А насчет обслуживания покупателей есть установка, что без маски не обслуживаются? Без маски не обслуживаются, да? Да, естественно. То есть это законное требование, да, получается? Да. То есть вы можете отказать пробивать чек и так далее. А нет такой установки, чтобы не пускать даже на территорию людей без масок на территорию ваших магазинов? Он стоит охранник на входе. Он не пропускает. На входе в ваш бутик имеется в виду? Не пропускает, да? Да, он не пропускает. У нас маски бесплатные. Если у покупателя нет маски, он может обработать руки и взять маску бесплатную. И после этого пройти в магазин. А есть установка, чтобы не отпускать товар, не продавать людям без масок? Да. Без масок? Да. Да. Без масок не продаете, да? Ну да. Понятно. А так я смотрю, что и маска, да? И продавцы, и покупатели. Нет нарушителей, да? Ясно. Не жарко, у маски тело, дети, лист? Жарко. Жарко? Ну хорошо. Не пускать мы не имеем права. Ну просто предупреждаете людей, что надо соблюдать маски. Да, да, да. Напоминаем, напоминаем, предупреждаем, просим, просим. И как люди к этому относятся? Почему ходят, покупают маски. Спокойно относятся? Это самое, маски надо надеть. Ну, они сейчас сойдут. Да, да. Да, маски, бешевые маски, если с тобой нету. Вот, поднять, наверное, налево там. Много таких людей, которые без маски пока, да? Нет, сегодня уже поменьше народа. Понятно. А так, с проверками к вам уже приходили? Не знаю, Роспотребназон? Молодые люди, маски надо надеть. А сейчас, там, если что, в Галмахе у нас дешевле. Ну, да, ну.